Вот однажды три стажистки, настоящие артистки, сидя вместе под окном, рассуждали вечерком. В роли пушкинских трех сестер опытные педагоги детского сада. У каждой свои секреты обучения. Ими они готовы поделиться с молодыми коллегами. Обычная теория по воспитанию детей дошкольного возраста от сказочных персонажей звучит понятно и доступно. Умственное воспитание должно начинаться с самого раннего возраста. В первые несколько лет жизни мозг ребенка увеличивается в объеме в несколько раз. Вы только посмотрите, уже в три года мозг трехгодовалого ребенка составляет 80% от объема мозга взрослого человека. Афиша к театральному представлению говорит о том, что содержание спектакля открывает нечто сокровенное педагогов-стажистов и нечто важное и новое для начинающих педагогов. С виду обычное чаепитие сопровождалось непростыми заданиями, спрятанными в угощениях. Если вопросы ставили в тупик, то старшие коллеги помогали найти ответ. Лекарственные растения родного паэта, природа, гуница, природного единства, общественная жизнь. Молодец! Как я ходила в парикмахерскую? В местной? Или общественная жизнь? Общественная жизнь. Да, скорее всего, общественная жизнь. Правильно. Столь необычную форму организаторы мероприятия придумали не случайно. 2019-й в России объявлен годом театра. К тому же вся страна готовится к 215-летию со дня рождения Александра Пушкина. Каждое очередное занятие – это новая форма проведения мероприятия. И так как все знают, что в этом году отмечается год театра в Российской Федерации, он объявлен президентом, поэтому, следуя логике педагогов, педагогическому мышлению, просто не могли не посвятить это мероприятие году театра. Сценарий практического занятия – это уникальный проект педагогов детского сада «Голубок». Подобная передача педагогического опыта – традиционное мероприятие, но каждый раз организаторы придумывают для него новое оформление.